Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». А сейчас время региональных новостей. В эфире «Анапа-Регион» и я, Ирина Меркурьева. Здравствуйте. И в начале о ярком событии года. Сегодня, 8 февраля, в нашем городе начала работу 24-я международная туристская выставка «Анапа. Самое яркое солнце России». Участие в ней принимают 200 предприятий. География обширна – от Москвы и Санкт-Петербурга до Камчатки и Магадана. Мероприятие носит статус одного из главных туристических формов сезона. До такого размера она вырастает за 3 года. Большего размера, большая количества. Очень трудоёмкий процесс. Главе города Сергею Сергееву, краевому министру туризма Христофору Константиниде и советнику руководителя Ростуризма Евгению Куделе показывают устриц, выращенных в Анапе. Рядом – овощи, продукция местных фермеров. Также у них можно приобрести фрукты, молочную продукцию и мясо. Фермерская ассоциация города-курорта при поддержке мэрии строит оптовую базу в районе Витязева. Частные инвестиции составят порядка 10 миллионов рублей. Фермеры считают, что проект поможет нарастить объёмы продаж в местные здравницы. Всего на выставке более 200 участников, в том числе из Геленджика, Темрюкского района, Новороссийска, Горячего ключа, а также Республики Крым. По представительности мы можем судить о том, что она стремится и формируется в региональную площадку, на которой может идти и идёт диалог бизнеса, власти, экспертного сообщества для выработки совместных решений в целях максимально эффективного развития отрасли санаторно-курортного комплекса. Сегодня и губернатор ставит приоритет развития как раз санаторно-курортного комплекса туристского в направлении отраслевой части экономики. И данная отрасль позволяет обеспечить развитие всех остальных отраслей. Это и ТЭК, это и транспортный комплекс прежде всего. АНАПА, безусловно, курорт, полюбившийся многим поколениям россиян. Это и известная детская здравница на всём постсоветском пространстве. Поэтому объективно хотелось бы пожелать успехов всем в сегодняшнем мероприятии, укрепления и прежних контактов, и найти новые контакты. Выставка «АНАПА. Самое яркое солнце России» проводится в 24-й раз. Она фактически отражает то, как развивается город-курорт. Только к прошлому сезону было привлечено в общей сложности 2 миллиарда рублей инвестиций. Завершилось строительство нового здания аэропорта, появились новые места для семейного отдыха. Я, как руководитель исполнительной власти территории, убежден, что мы должны не мешать бизнесу. Одна из главнейших задач власти, она решается нами успешно, это безопасность нахождения на нашем курорте отдыхающих и жителей нашего курорта. Поверьте, многое из того, что делается, его невозможно увидеть и пощупать руками. Но делается очень многое. Хотел бы также отметить и усилия главы по развитию инженерных сетей в городе курорте «АНАПА». За прошедшие несколько лет по федеральной целевой программе развития внутреннего въездного туризма «АНАПА» получила приличный объем финансирования, который позволил реконструировать и построить новые инженерные сети. И хочу сказать, что ни одно другое муниципальное образование Краснодарского края, Ростовской области, либо Ставропольского края не смогло это сделать то, чего добилась «АНАПА». Выставка продлится три дня. За это время пройдет более десятка мероприятий, в том числе международных. Обсудят развитие отрасли, поставки местной сельхозпродукции в санатории и гостиницы, взаимодействие промышленности края с санаторно-курортным комплексом. Желающие смогут проехаться по санаториям и пансионатам на автобусе. В выставке принимают участие представители туроператоров со всей страны. Фактически с этого момента начинается подготовка к новому курортному сезону. Смотрите сегодня сразу после новостей спецвыпуск программы «АНАПА. Самое яркое солнце России-2017». О самых интересных моментах и участниках 24-й международной выставки расскажем подробно. Внеплановое заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности провел утром 8 февраля глава «АНАПА». Причиной стало ухудшение погодных условий, прогнозируемое понижение температуры и усиление ветра. Сергей Сергеев поставил задачу организовать на ресурсоснабжающих предприятиях объектах жизнеобеспечения круглосуточное дежурство. Аварийно-спасательные формирования должны быть готовы оперативно отреагировать на любую нештатную ситуацию. Службы города переведены на усиленный режим работы. Накануне вечером глава «АНАПА» поставил задачу провести комплекс превентивных мероприятий и встретить непогоду во всеоружии. Рабочий день 8 февраля начался заседание КЧС. Прогноз на ближайшую ночь и утро 9 февраля – усиление северо-восточного ветра с порывами до 30 метров в секунду, в сочетании с температурой воздуха минус 5-7 градусов. Впрочем, непогода будет властвовать над «АНАПой» дольше. Прогнозируется, что в ближайшие 5-7 дней сохраняется морозно-ветренная похода с минусовыми отметками до минус 5-7 градусов. На отдельных участках, возможно, до минус 10 градусов. Причем дневная температура будет корыбаться от минус 2 до минус 5. Ветер мы ожидаем, что будет в пределах 16-20 метров в секунду. Порывы могут превышать 20 метров в секунду. Глава «АНАПы» заслушал руководителей всех ресурсоснабжающих организаций водоканала, городских и районных электросетей. Ведет режим РПГ по юго-западным сетям. То есть предупреждены, созданы 5 бригад, общее количество 20 человек. Также техника, которая есть 4 вышки, кран, 2 главы установки и КАМАЗ. По 2 бригады у нас круглосуточно находятся оперативно-выездные бригады. Также персонал у нас уведомлен, что режим РПГ будет в течение часа на работе. Руководители социальных объектов должны обратить внимание на поддержание температурного режима в зданиях. И если поднимется шквалистый ветер, то занятия для младшеклассников можно отменить. Домовладельцы должны помнить о риске повреждений незакрепленных балконных дверей и открытых лоджий. Автомобили лучше припарковать в закрытых помещениях. Своя зона ответственности у управляющих компаний. Со своими домкомами свяжитесь. И там, где подъезды не оборудованы ходом и звуками, либо пружинным оборудованием, пусть на это время, чтобы нам усиление ветра не принесло непредвиденных. Там, где, допустим, деревья сегодня нависают над водами, допустим, дома, если они воздушные, и так далее, и так далее. То есть домком пусть вокруг дома обойдет. К сложной паводковой ситуации, которую особенно выделяют на реках Анапка и Гастагайка, добавляются низкие температуры воздуха. Ледостав к вечеру образовался практически на всех водоемах. На территории муниципалитета действует строжайший запрет выхода на лед. Для муниципального контроля задача – обследовать стройплощадки и предупредить застройщиков. Обо всех нештатных ситуациях можно сообщать по телефону 320-94 и 0-51. А сейчас экстренное предупреждение. МЧС России по Краснодарскому краю настоятельно рекомендует соблюдать повышенные меры безопасности в ближайшие два дня. Жители Тимрюкского и Топсинского района, городов Анапа, Новороссийский Геленджик просим соблюдать меры безопасности в связи с понижением температуры и усилением шквалистого ветра до 38 метров в секунду. При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий обращаться на единый телефон пожарных и спасателей 0-1-101. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Также партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». Это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин – уролог и УЗИ за 998 рублей. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 424-19. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова